Привет, меня зовут Евгений и это дневник строителя. Приветствуем вас на нашем канале. Сегодняшний этап это отмостка. Задача отмостки отвезти воду от дома, а также не дать промежнуть грунту возле фундамента. В данный момент просыпаем слой глины 10-15 см. Пролили водой, как вы видите, и хорошо протрамбовали. В итоге у нас создается глиняный водоупорный слой, который дополнительно страхует фундамент от влаги. Сверху глины укладываем песок от 15 до 30 см. Песок подсыпаем слоями по 10 см, при этом проливая каждый слой водой и трамбуя его. Такой процесс просыпки и трамбовка песка сведет к минимуму осадку бетонного покрытия. Песок выполняет функцию амортизатора между глиной и основным покрытием отмостки. В данный момент обратите внимание, что на уже трамбованный слой песка просыпают еще кусок и продолжают подсыпать дальше. Вот именно такими слоями нужно в несколько подходов его трамбовать. Тогда у вас 100% не будет никакой осадки. Не думайте, что вы можете насыпать сразу большую кучу, пролить водой, и оно все одинаково протрамбуется. Многие это говорят, это ошибочное мнение. Нужно минимальными слоями это все делать. После просыпки и трамбовки песка утепляем отмостку полистиролом. Полистирол не набирает влагу, находясь в земле. Задача его не дать промерзнуть грунту. Если грунт промерзнет, произойдет пучение грунта. Он поднимет отмостку, и она в скором времени полопается. В трещины попадет вода, и отмостка быстро придет в негодность. Сверху полистирола делаем гидроизоляцию из рубероида. Толщина рубероида должна быть не менее 3 мм. Рубероид укладываем с нахлестом на цоколь. Где-то 10-15 см. В то же время мы разъединяем отмостку с цоколем. Соединять отмостку с цоколем нельзя. В случае небольшой осадки, может пострадать облицовочный материал на цоколе. Начали заливку бетона. Бетон марки М300, привозной. Имеющий необходимые сертификаты из лаборатории. Ручную бетонную отмостку изготавливать не советую. Такого качества, как у привозного, вы не добьетесь. И денег особо не сэкономите. Обратите внимание на то, как рабочий поднимает сетку. И бетон попадает под нее. В таком положении сетка начинает выполнять свою прямую функцию. Обратите внимание на деревянные перемычки. Они у нас служат деформационным швом. Который предохраняет бетонное покрытие от морозов в холодные дни. Бетон в минусовую и плюсовую погоду имеет свойство сужаться и расширяться. Если залить отмостку в сплошную, она разрушится чаще всего в первую же зиму. Машина на другой стороне. Миксер выливает. Поэтому меня слышно сейчас хорошо. Вот в данный момент в черновую вылили бетон. Сейчас они его по кругу полностью с машиной выливают. Мы машину отпускаем. Ребята берут вибратор. Вибратором его проходят. Выгоняем с него воздух. Миксуем его. И тогда уже спокойно мы его по маякам, по нашим деревянным прокладкам ровняем. Прошли бетон вибратором. Хорошенько его промиксовали. Немножко я опоздал, подъехал. Ребята закончили миксовку. Вот он, кстати, наш вибратор. Вы его уже видели, видите, как он... Знаете точнее, как он работает, кто наблюдает. Вот труба, которую мы кинули. Сейчас уже начинают ребята ровнять. Вторая наша труба. Молочко, которое выходит, когда вибратором работаем. Бетон миксуется и то самое молочко с воздухом выходит. Так что идем к концу. Обратите внимание на вот эту ступеньку. Вон у нас идет вторая. То есть у нас отмостка по этой стороне имеет два каскада. Так как перепад под соколю, вы помните, у нас был 80 сантиметров. Соответственно, получились такие же каскады на отмостке. Ничего страшного абсолютно в этом нет. Край нашего рубероида, который мы монтировали нахлёстом над соколь, чтобы разъединить отмостку с соколем, выше бетона, как вы видите. Вот и подошла к концу заливка нашей отмостки. Сейчас ребята накрывают целлофановой пленкой, чтобы не заветривался бетон. Да и на улице жара сейчас плюс 36. Вот такого образа у нас получилась отмостка. Это уже водой мы пока ее ровняли. Видите, уже проливаем, потому что на улице очень душно. Она уже подзаветривается. На этой стороне отмостки по длине дома также имеется два каскада, также есть две ступеньки, потому что уклон участка идет в одну сторону. Обратите внимание на наш желоб. Вода, когда мы миксовали с отмостки, попала в него. Вот он уклон. Видите, она идет от дома. Здесь, где у нас сейчас опалубка стоит, в дальнейшем, вдоль отмостки, нужно будет кинуть в любом случае желоб. Вот, по всей вот этой длине. Чтобы вода шла не под отмостку, а уходила в сторону. Спустя 28 суток после заливки бетона прошел демонтаж опалубки. За счет того, что мы ее поливали водой и все это время отмостка находилась под пленкой, у нас нет на ней никаких микротрещин и прочих заветриваний. На фото это прекрасно видно. Обрезали край рубероида, который выходил у нас с отмостки. В данный момент замазываем гидроизоляцией шов между отмосткой и цоколем, чтобы туда не попадала влага. В данный момент хочу показать отмостку после того, как прошел дождь. Вода с крыши по нашей водосточной трубе попадала в желоб на отмостке, после чего текла вдоль нее по уклону участка. Именно для этого и необходимо вдоль отмостки обязательно монтировать желоб, чтобы вода не текла под нее, а уходила в сторону от дома. Вот, аналогичная ситуация. Что здесь, но здесь уже солнце светит, она прям высохла, тут плохо видно, куда она уходила. А здесь оно шло со всего дома, вот она едет. Крыша больше, соответственно, объем воды был больше, чем на вот этом козырьке на этой трубе. Здесь вот прекрасно видно, что вот она, опять же, у нас осталась целая траншея от этой воды. И вот она уходит вообще, то есть уходит в огород, где будет здесь у нас. Но в любом случае, здесь точно так же вдоль отмостки нужно монтировать желоб и по желобу уводить воду в сторону от дома. Потому что в данный момент участок еще не спланирован. Он будет засыпаться черноземом, будут идти благоустройства и уже вода может в дальнейшем не уходить, как уходит сейчас. Поэтому нужен обязательно желоб и должна быть стопроцентная гарантия того, что ваша вода будет уходить в сторону от дома по желобе. Подписывайся на меня в социальных сетях. Получай знания о строительстве. Ссылка внизу.